Телекомпания «Вид» представляет Здравствуйте, уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию» по словарю «Даля, лад» — это взаимное согласие музыкальных созвучий. Вот и посмотрим, сумеют ли поладить наши участники друг с другом и, самое главное, с музыкальной редактурой нашего шоу. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. А вот и наши участники. Встречайте аплодисменты, они видят, что они достойны. Добро пожаловать. Прошу вас занимать ваши игровые эстрады, что через несколько дней наше шоу стартует прямо на ваших глазах. Здравствуйте, уважаемые участники. Очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Давайте знакомиться, ибо телезрители жаждут узнать, кто, кто они, герои сегодняшнего шоу. Участница под номером один — Вера Бусыгина. Домохозяйка, по натуре оптимист, сколько себя помнит, поёт и танцует. Вера Бусыгина. АПЛОДИСМЕНТЫ Участник под номером два — Руслан Губко. Работает слесарем-ремонтником на шерстопредельной фабрике. В детстве мечтал стать космонавтом, а ещё открыть свой остров-сокровищ. Руслан Губко. АПЛОДИСМЕНТЫ И третий участник в нашей программе — Елена Коровкина. Стилист, визажист, солидарна с мнением великой актрисы Фаины Раневской. Красота — это страшная сила. Елена Коровкина. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, я чувствую лёгкую настороженность. Как-то сложится наша игра. Думаю, сейчас каждый из участников поживём, услышим. Вера, выбирайте любую категорию. Шагом марш! Из репертуара Андрея Миронова «Музыкальная география. Секретный квартет». Что будете брать? Из репертуара Андрея Миронова. Итак, песня, которую исполнял замечательный актёр Андрей Миронов. Нота, в которую бы вы хотели сыграть? Первая. Нота номер один. Её цена — это то, что нас сейчас интересует. 1250 рублей, неплохие деньги. Поехали! Елена! Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? Иветта, Жоржетта, Жанетта. Конечно, угарана! Отлично! Из кинофильма «Соломенная шляпка» прозвучала песня. Выбирайте. Останемся там же. Останемся в этой категории. Слушаем музыку. А, простите, простите, нотка. Вторая. Вторая. Идём по порядку. Слушаем. Да, Вера. Я непрекрасен, может быть, наружно. Зато душой. Ага, красив наверняка. Да, да, но почему-то смотришь равнодушно. Прекрасно. Там же останемся. Единственное, я хочу сказать. Руслан, берите пример с ваших соперниц. Они уже вовсю угадывают мелодию в нашем весёлом музыкальном шоу. Отлично. Прошу вас, Вера, выбирайте. Четвёртая нота. Четвёртая нота в категории из репертуара Андрея Миронова. Пожалуйста. Джон Грей. А первой была Елена. Да. Джон Грей. Был всех смелее, Катти была прекрасна. Страстно влюбился Джон Грей в Кэти. Засчитана. Прошу. Там же. Уже. Уже в этой категории единственная оставшаяся третья нота. Кто её угадает? Вот чём вопрос. Поехали. Вера, вы были первой. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров, не в зене, не в океане. Есть. Засчитана. Руслан, вы заметили, как вот мелодии распределяются? Шарик налево, шарик направо, шарик налево, шарик направо, шарик налево, шарик направо. Надо схватить и положить в свою копилку. Выбирайте, Вера, прошу. Попробуем музыкальную географию. Музыкальная география. Острова, полуострова, заливы, проливы. Все географические термины в этой категории. Нота. Нота номер два. Пожалуйста. И тут же Ирина нажимает на кнопочку «Да». Балтийский берег. Они не дают никакого шанса Руслану. Ему будет тяжело. Да! А скажите, вы случайно не сговорились за кулисами, да? Я выбираю категорию, ты угадываешь. Потом ты выбираешь категорию, я угадываю. Руслан, они точно между собой не общались? Ваш соперник. Не слышал. Знаете, главное, нажмите на кнопку, если что. Вы знаете, мужская солидарность – великая вещь, я подскажу. Прошу вас, Елена. Третью. Музыкальная география. Третья нота. Слушаем. Да, 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 Вера. А я бросаю камушки с крутого бережка на кома пролива Лаперуза. Все знает, абсолютно верно. Но что тебе сказать про Сахалин? Есть такой остров, он принадлежит нашей стране. Давайте последнюю в этой категории. Музыкальная география. Руслан, сколько у вас было по географии в школе? Честно. Четыре. Четыре. Вера. Пять. Пять. Елена. Пять. Вот оно в чем дело. Ничего, эта категория скоро завершится. Слушаем. Да, Руслан, есть! Ямайка. Что? Ямайка. Ямайка, конечно, угаданно. Ну вот теперь, дорогие друзья, уважаемые участники, с чистой душой и спокойной совести я могу объявить о конце первого тура, потому что все участники угадали. Кто-то много, кто-то чуть поменьше. Но некоторое количество мелодий и некоторое количество денег на счету у каждого из них присутствует. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу. Начало игре положено во всех смыслах. Все участники проявили себя, как настоящие истинные меломаны. Ни одной мелодии не прозвучало впустую. Отлично так держать и впредь. А вот интересно, удастся ли нашим участникам сохранить высокий темп, темп первого тура. Надеюсь, что да. Уверен в этом. Верю в вас, уважаемые игроки, занимайте ваши игровые места. Второй тур вступает в свои права. Итак, лидером по итогам первого тура является Елена. Игра отличная, замечательная, ни одной ошибки среди игроков. Выбирайте. Елена, прошу вас. Явление природы, полеты во сне и наяву. Хит-группы, кругом вода. Хит-группы. Хит-группы. Итак, песни групп популярных в наше время. Слушаем музыку. 1500 стартовая цена. Да, Елена. Рай, потерянный рай. Вы сейчас потеряете рай под названием участие в программе «Угадай мелодию» и отправитесь в тартарары, потому что вы сейчас ошибаетесь. Итак, раз, два. Такие дела. Группа. Вот сейчас я вас наказываю на две мелодии. Две мелодии вне игры, над вами гаснет свет. Такие дела. Такие дела. Елена, на нашей площадке аплодисменты Елене. Мы ее поддерживаем через две мелодии. Она возвращается в игру. Руслан, прошу вас. Явление природы. Явление природы. Отлично. Посмотрим, что нам припасли наши музыкальные редакторы. Слушаем. Вера, слушаю вас. Улетай, тучка, улетай, тучка. Улетай, тучка, улетай. Совершенно верно. Если я с тобой останусь, то скучает друг мой парус. Елена, еще одна штрафная мелодия. Вера, прошу. А, продолжим. Продолжим играть в категории «Явление природы». Я вас правильно понял. Да. Пожалуйста. Да, прошу вас, Вера. Идут дожди. Нет, все хорошо. Мотив мы подхватили. Бегут ручьи. Ну, они бегут и приедут. Знаете, звук такой издают. Журчат. Журчат ручьи. Совершенно верно. Беседцы без сомнения тают. Елена, вы возвращаетесь в игру. Аплодисментами встречаем. Абсолютно не расстраивающаяся по поводу собственного отсутствия в течение двух мелодий Елены. Вера, выбирайте, прошу. Продолжим в этой же категории. Итак, «Явление природы» следующее. Вера. Мне приснился шум дождя и шаги моих твои в тумане. Чуточку, вот чуточку путаетесь, но потом поправляетесь и даете абсолютно верное название песни засчитанное. Елена, вот смотрите, как все изменилось. Стоило вам на две мелодии, что называется, отлучиться, а Вера уже захватила монополию. Все мелодии угадываю. Никому не дам, никому не дам, никому. Прошу. Продолжим. «Явление природы» еще одна мелодия там есть, слушаем. Ну, я, по-моему, достаточно явно показал, что холодно, у меня все поморозилось, но все в Сибири холодно, зима там такая. «Сибирские морозы». «Сибирские морозы», Владимир Кузьмин. А за окном все так же стонут провода и поезд нчит меня в «Сибирские морозы». Никто не угадал эту мелодию, Руслан, выбирайте, прошу. «Кругом вода». «Кругом вода». «Кругом вода». Итак, лужи, моря, океаны. Может быть, даже капли дождя. Поехали. «Закаляйся, если хочешь быть здоровым». Все хорошо. А вода там при чем? Водой холодной обливайся. Водой холодной обливайся, совершенно верно, да. Есть. Выбирайте. Продолжим в этой категории. Продолжим играть в категории «Кругом вода». Слушаем. «Вера». «Отшумели летние дожди». Молодежь, учитель. Это абсолютное знание музыки. Как музыки 50-х, 60-х годов, так и современной популярной. Браво, Вера. Немало аплодисментов в честь нашей участницы. Браво. На этом время второго тура наша программа, к сожалению, подходит к концу. Руслан, да, по итогам второго тура вы покидаете программу. Но покидаете ее с улыбкой на устах. Под аплодисменты всех присутствуют. Спасибо огромное. Но поле битвы дальше будет принадлежать нашим очаровательным дамам. Вера и Елена, до встречи в третьем туре. Прошу вас зайдите на более уважаемые участники. Дамский полфинал. Значит, финал будет, естественно, тоже. Дамский. Одна из очаровательных участниц. Вылетен, я уверен, все, разгадает. Хочу только напомнить, что являюсь абсолютным проигрывателем. Наша программа позволяет выигрывать, согласитесь, неплохие деньги. Уважаемые участницы, прошу вас занимать ваши места в третьем туре. Начинаем. Добро пожаловать. Поздравляю с выходом в третий тур. Это выход в полуфинал нашего шоу. Сейчас будем разыгрывать путевку в финал. У нас только одна путевка. Мы хотели бы дать две, но не получится. Правила игры таковы. Лидером по итогам первых двух туров является Вера. Вера, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о безумной страсти к крылатому существу. Прошу вас. Лена, я попробую угадать весь синий нот. А я попробую с шести. Но я постараюсь с пяти. Угадывайте песню о безумной страсти к крылатому существу. Пять нот. Слушаем. Раз. Первый, знаете, не даем времени на размышления. Ведущий здесь зол в третьем туре. Два-три. Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо. Влюбленный самолет. Так называлась эта мелодия. Вы ее не угадали. Счет один-ноль в пользу Елены. Аплодисменты. И сняли все. Знаете, подсказка со скрытым маячком. Песня о возможности перемолоть неприятности. Елена, прошу. Вера, я попробую угадать с семи нот эту мелодию. Я попробую с шести. Угадывайте. Угадывайте. Вера, вам будет легче. Прошлой мелодии вы угадывали с пяти нот. Песня о возможности перемолоть неприятности. Шесть нот. Слушаем. Старая мельница... Крутится-вертится. Совершенно верно. Старая мельница все перемирится. Один-один. Подсказка номер три. Песня о талантах и поклонниках. Вера, прошу. Лен, я попробую угадать эту мелодию с шести нот. А я с пяти. А я попробую с четырех. Угадывайте. Угадывайте. Четыре ноты. Такой цены еще не было в нашем третьем туре. Итак, песня о талантах и поклонниках. Четыре ноты. Звучат. Раз, первая, два, три. Прочь тревоги, прочь сомнений. Я теперь стою на этой сцене. Маэстро. Два-один. В пользу Елены. Знаете, у нас так получается в третьем туре, что через одну подсказку маячки идут. Сейчас будет опять маячок. Песня самого известного сокола Советского Союза. Елена, начинайте. Вера, я угадаю эту мелодию с семи нот. Я попробую с шести. Я пробую с пяти. Но я попробую с четырех. Угадывайте. Угадывайте. Итак, песня самого известного сокола Советского Союза. Четыре ноты. Тишина в зале полная. Раз, два, три. Кто самый известный сокол Советского Союза? Мимино. По-грузинский сокол. Чито-грито, чито-маргарито. Еще три одни в пользу Елены. Не стоит расстраиваться, Вера. Ну, такова игра. Согласитесь, можно было догадаться. Сокол Мимино. Вактан Кикабидзе. Известнейшее кино. Известнейшая песня. Аплодисментами. Шквал овации. Мы провожаем Веру. Елена. С вами мы встретимся в супер-игре. Уважаемые участницы, прошу вас, зайдите на бодиум. Обидно. Потому что многие из вас, уважаемые телезрители, я в этом уверен, ставили, что называется, на Веру. Потому что она прекрасно музыкально эрудирована. Не получилось. Но у нас есть Елена, и она себя покажет. Дорогие друзья, мы, естественно, ждем появления нашей финалистки. Елена Коробкина появляется в студии. Занимает центральное место. Да, да, да. Именно это место принадлежит ей по праву. Елена, поздравляю вас. Вы становитесь победительницей нашей программы. Ваш основной принцип, основной лозунг «Красота – это страшная сила». Победа в супер-игре нашего шоу – это колоссальные деньги. Но не деньги, главное. Главное, конечно же, удовольствие, которое вы получаете от игры. Да, кстати, о деньгах. 16 881 рубль – это деньги, которые выиграли три игрока, три участницы. Это Вера, Руслан и вы. Но достанутся эти деньги только вам. Вы их уже выиграли, можете увеличить счет до 26 тысяч с копейками рублей в нашей программе. Я вас заинтриговал? Да. Тогда давайте начинать супер-игру. Мы желаем победы и удачи нашей финалистке Елене Коробкине. Напоминаю, ошибаться нельзя, нельзя ошибаться. Можно пропускать. Готовы? Да. Поехали. Оранжевое небо. Оранжевое небо, оранжевый верблет. Да, есть. Следующее. Где-то на белом свете. Там, где всегда мороз. Да, засчитано. Песенка о медведях. Мелодия номер три. Пропустим пока. Правильно делайте. Потому что я вижу в ваших глазах неуверенность. Ошибаться у нас нельзя. Дальше. Старый клен, старый клен. Старый клен. Шумит в окно. Есть. Дальше. За четыре моря. Конечно. За четыре солнца. Огарана, грубо блестящая. У вас в запасе еще 22 секунды. Нам нужно разгадать мелодию номер шесть, мелодию номер семь и вернуться к мелодии номер три. Задача достаточно простая. Слушаем. Опустила без тебя земля. Конечно. Зачитано. Видите, как все легко. Сняли. Поехали дальше. Пока пропустим. Спокойно, спокойно. Спокойно, Елена. Не готова. Не готова. У нас есть 12 секунд. 12,12 секунд. Возвращаемся к мелодии номер три, да? Да. Это символ. Обручальное кольцо. Непростое украшение. Да. Все шикарно. Итак, за 24 секунды вы разгадали шесть мелодий. У вас в запасе шесть секунд. Это по. Слушаем мелодию номер семь. Кнопка. Все, времени нет, времени нет, времени нет, времени нет. Я сказал, что все там в масках такие. Но. Это не действие производное от слова маска. Какое производное от слова маска? Маскарад. Маскарад. Вот я говорю, это не то действие. Но все в масках. И кругом цветы, 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 танцы, танцы Карнавал Карнавал Игорь Саруханов, она выигрывает Супер игры Ну, ведущий, в общем-то, подсказал Елена, но я не мог подсказать Это очаровательный, не подсказать Простите, это очаровательный участник Поздравляю, с ведущей Было замечательно, куда? Подождите, мы будем прощаться Друзья мои, помните, что в этом шоу Под названием «Благодаря мелодию» Ведущий, в общем-то, добрый паренек И он, конечно же, приходит на помощь Участнице, если ей было трудно Как в данном случае Тем не менее, Елена сама выиграла Супер игры нашей программы Так что можно говорить до свидания Да, с вами Игорь Саруханов Этот коварный карнавал Закрутит вас в вихре мелодии Счастливо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok